Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат в сельхознаук. И сегодняшняя тема нашего разговора — это совместимость различных культур на участке в саду. Тема довольно-таки спорная и, тем не менее, очень интересная. Существует разное мнение о том, что одни культуры, допустим, там вишни, черешни, не очень совместимы, допустим, со смородиной или крыжовником. Что я могу сказать по этому поводу? На самом деле, если вы соблюдаете все нормативы по посадке, по расстоянию между деревьями, по их размещению в саду относительно сторон света, то обычно проблем по совместимости не возникает. Возникает, если этого не соблюдать, то возникает такая проблема, как конкуренция между растениями различных пород за ресурсы, если они посажены слишком густо. За ресурсы за какие? За питание, за освещение, за воду. Очень часто бывает так, что мы, получив участок, начинаем сажать молодые деревца и кустики, не сообразуясь с тем, что они будут расти. У них сформируется более мощная крона, чем мы видим сейчас. У них сформируется хорошая корневая система, которая обычно по размерам должна быть сопоставима с объемом кроны. Но на самом деле, если дереву позволить, корни уходят очень далеко от него. И вот тогда может начаться между различными деревьями, между различными породами деревьев и кустарников конкуренция за питательные вещества, за жизненное пространство. Если честно, наблюдая за растениями в садах, я крайне редко наблюдаю классические проявления несовместимости антагонизма именно на биологическом уровне. То есть из-за того, что одно растение органически не переваривает другое растение. Есть предпочтение, допустим, что растение не может расти после такой-то культуры или не должно расти после определенной культуры. Реально доказано, что ни плодовые, ни ягодные растения не должны расти близко с таким нашим любимым овощем, корнеплодом, как картофель. И не потому, что они там плохо друг на друга влияют, а на самом деле из-за того, что у картофеля и у плодовых есть один общий вредитель — нематода. Картошка страдает от него, но немного. Она культура однолетняя. Вы ее выкопали, промыли, посушили, сложили, посадили на следующий год в другом месте или заменили посадочный материал, заменили семена, сменили. Если эта картошка начала мельчать и вырождаться из-за поражения нематодой. Но плодовые, ягодные — это культуры многолетние. И если у них поселяется этот зловредный червячок на корнях, то оно начинает хереть, оно начинает болеть и чахнуть. Поэтому очень нежелательно сажать, как бы наши предки это не критиковали, что у нас всегда картошка росла по яблоням и вишням, вернее, яблони и вишни по картошке. Но в современных садах, если есть такая возможность, картофель и сад должны быть отделены друг от друга. Именно по причине этого общего вредителя. Что же касается совместимости, допустим, яблони и груши, совместимости сливы и яблони, я таких примеров из практики не замечала. Если растения посажены друг от друга на достаточном расстоянии, то есть не менее 4-5 метров, получают достаточное питание, то проявлений антагонизма, конкуренции между ними не будет. Правильно разместите растения на участке, а именно на севере участка разместите деревья более высокорослые, допустим, яблоня, груша на семенных подвоях или черешня, которая в силу своего роста обычно довольно высокорослое дерево. Ближе на юг разместите культуры, которые формируют крону ажурную небольшую и не будут затенять тех, кто находится у них на заднем плане. Соблюдайте расстояние между деревьями. В таком случае даже, казалось бы, самые несовместимые по разным данным растения не будут мешать друг другу. Ведь, повторюсь, основные причины так называемого несовместимости — это конкуренция. Растениям элементарно не хватает либо питания с водой, из-за того, что они слишком густо посажены, либо освещения, из-за того, что на южной стороне какого-нибудь низкорослого кустика посажена мощная, красивая, густая груша. Дело в том, что все плодовые и ягодные растения стали растениями, несмотря на то, что, допустим, вышли они из второго яруса леса, исторически росли в тени, но как только они стали культурными, их требования поменялись. Они все требуют хорошего освещения. Они все требуют, чтобы у них было свое место, достаточное для питания, и вы обеспечили их поливом и удобрениями. Поэтому что мы делаем? При закладке сада учитываем будущие размеры наших деревьев. То есть между крупными деревьями, такими как яблоня, груша, черешня, на сильнорослых подвоях расстояние должно быть порядка 4 метров. Между растениями на клоновых слаборослых подвоях расстояние можно уменьшить до 2,5-3 метров и при условии, что вы будете проводить обрезку. Но многие скажут, что в таком случае, пока они вырастут, столько почвы будет гулять свободно. В таком случае есть такая практика, как уплотнение посадок. То есть пока ваши деревья еще малы, не сформировали крону, между ними допускается посадить, допустим, черную смородину, которая проживет не более 7 лет, как в промышленных посадках, и вы потом ее удалите либо замените. Вы можете посадить между деревьями ягодные кустарнички типа клубники, либо малины, тщательно при этом обеспечив малине защиту от расползания по газону. И в дальнейшем, когда кроны деревьев разовьются, вы удалите эти растения, поскольку клубника это обычно 4 года, малина, столько, сколько вы позволите ей, поскольку она вступает в подношение очень быстро. Вы просто удалите их из тени, и никаких признаков конкуренции между ними не будет. Я бы сказала, что, пожалуй, реальную конкуренцию за продукты питания я наблюдаю между молодыми саженцами и газоном, который допускают вокруг его приствольного круга. Газон, газонные травы являются, пожалуй, самыми большими потребителями и воды, и питания. И вот они воздействуют на молодые деревья, на молодые кустарники отрицательно. Поэтому для них желательно, для молодого сада, приствольные круги первые 3-4 года держать свободными. Тогда никакого антагонизма, никакой несовместимости между ними и конкуренции, то есть между ними и травой не будет, и они будут прекрасно себя чувствовать. Еще один факт — это совместимость или несовместимость грецкого ореха с другими плодовыми ягодными культурами. Дело в том, что орех, его листья способны выделять в окружающую среду, в почву, на которую они падают, такое вещество, как юглон, которое отрицательно воздействует на другие растения. Что можно сказать по поводу совместимости грецкого ореха с плодовыми культурами? Реально, грецкий орех желательно нужно сажать обособленно. Но не только потому, что он выделяет юглон, который угнетает другие деревья, но и потому, что грецкий орех создает очень мощную тень со временем, у него мощная корневая система, которая берет очень много воды из почвы вокруг себя, а тень бывает такая густая, что там реально не могут расти даже некоторые сорняки, когда деревья достигают серьезных размеров. То есть грецкому ореху реально надо выделять обособленное место, давать хороший отступ от него другим плодовым растениям не менее 6 метров, поскольку раскинется дерево очень широко. И вот у них могут быть небольшие признаки несовместимости. Во всех остальных случаях несовместимость — это проявление элементарной конкуренции. Поэтому, уважаемые садоводы, закладываем сад правильно, учитываем будущие размеры наших деревьев, обеспечиваем их поливом и кормлением, и никаких признаков несовместимости у вас не будет. Процветания вам и вашему саду! Подписывайтесь на наш канал Процветок, смотрите наши сюжеты, задавайте вопросы, и мы постараемся ответить на них. Процветания вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин